МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Несовершеннолетняя пострадавшая под колеса автомобиля попала девочка. Красота превыше всего. Какое из городских предприятий оформлено лучше других? И как отметим праздник, что ждет муравленковцев в день города? С 1 августа повысилась трудовая пенсия у 14 миллионов работающих пенсионеров России. И сегодня уже можно назвать конкретные цифры разницы в разрезе региональном. Итак, средний размер прибавки составил от 122 до 263 рублей в зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров. Средняя ежемесячная прибавка к трудовой пенсии в результате корректировки составила 172 рубля. Причем корректировка пенсии носила беззаявительный характер. Работающим пенсионерам не надо было приходить в территориальные органы пенсионного фонда для перерасчета. Это произошло автоматически. Однако, если человек изъявит желание произвести перерасчет в страховой части трудовой пенсии с другой даты, не с 1 августа, то он должен подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Уместно сказать, что сегодня прожиточный минимум на Ямаль составляет 11 873 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения 12 314 рублей. Для пенсионеров 9 317 рублей. Для детей 11 469 рублей. Правительство округа сообщает, что величина прожиточного минимума в Ямал-Анининском автономном округе существенно выше, нежели в среднем по России. Добавлю, с 1 января 2013 года вступила в силу новая методика расчета потребительской корзины, которая будет действовать до 2018 года. Теперь в нее включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости. Во вторую группу включены непродовольственные товары, одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. Третья группа потребительской корзины состоит из услуг, коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Сегодня члены конкурсной комиссии в составе представителей администрации города, УЖКХ и Управления коммунального заказа посетили учреждения, организации и торговые предприятия, которые подали заявки на участие в городском конкурсе на лучшее благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов и вывесок. Конкурс приурочен ко дню города. Вместе с комиссией творческий полет участников оценил Эрнест Бавшина и Емслово. Сначала члены комиссии посетили объекты социальной сферы. Это в основном детские и дошкольные учреждения. На участие в конкурсе заявились детские сады «Золушка», «Дюймовочка», «Буратино», «Олененок», «Сказка» и «Многопрофильный лицей», «Интернат для коренных и малочисленных народов Севера». В каждом из этих учреждений жюри были представлены красиво оформленные территории, и у каждого была своя изюминка. Кто-то создал на своей площадке сценки и сказок, кто-то хвастался автогородком и тропой здоровья, кто-то с собственным кукольным театром под открытым небом. Жюри было поражено полетом творческой фантазии педагогов и воспитателей, и тем, как они умело, используя подручный материал, умудряются создавать поразительные вещи. Мы благоустройству территории уделяем много внимания, поэтому у нас разработан паспорт по благоустройству, есть у нас проект, и мы каждый день стараемся обновить территорию, чтобы она была приятна, привлекательна для детей, родителей, естественно, для гостей. Мы будем рады, если вам понравится наша территория. Членов жюри поразило и то, что в каждом детском саду есть уголок, где дети выращивают овощи, зелень, но дальше всех пошли в интернате для коренных народов Севера. Здесь на территории построили целую теплицу, где с успехом выращивают помидоры, перец, фасоль и некоторые экзотические растения. А вот бешеный огурец кто видел на земле? Это специально вода. Бешеный огурец. Да, вот это называется растение бешеный огурец. Растет вдоль рек. Смысл его, ну там, в уроках по биологии. Вот у него задняя часть, когда он созревает, начинает бродить. Горох выстреливает. Это фасоль. А, фасоль. Да. Вот так вот мы детей и учим, представляете? После оценки образовательных учреждений комиссия отправилась на промышленные предприятия. В этой номинации заявки на участие подали три организации. Это общество с ограниченной ответственностью Днепр, Ямал-сервис-центр и муравленковское предприятие «Городские электрические сети». В этой тройке лучшим, на наш взгляд, оказался Днепр. Здесь, на территории, можно увидеть вот такую резную беседку. А неподалеку в вольерах бродят куры. В теплицах зреют помидоры и малина. Центральным объектом на территории Ямал-сервис-центра, несомненно, является бассейн с фонтаном. А у входа расположились вазоны, в которых, не поверите, растут яблоневые деревья и плодоносят. Сама территория ЕСЦ ухожена и сплошь засажена цветами. Видно, что руководство организации уделяет много внимания внешнему виду предприятия. В третьей номинации жюри оценивало торговые предприятия. Здесь участников всего четверо. Это магазины «Купец», «Золотой саквояж», «Парус» и «Евродизайн», который полностью оправдал свое название. Хозяйка магазина серьезно отнеслась к участию в конкурсе. На этом экскурсия была завершена. Оценочные протоколы заполнены. И осталось подсчитать баллы. По общему мнению, членов жюри, предприниматели и производственники пока участвуют в конкурсе неохотно. Чего не скажешь об учреждениях образования. Хотелось бы отметить еще недостаточную активность. Вместе с тем, несмотря на то, что, да, общее впечатление хорошее, могли бы поактивнее поучаствовать и предприятия торговли, и более детально подготовиться. Очень мало у нас заявилось промышленных предприятий. Тоже хотелось бы видеть более широкий спектр участников в этой номинации. Итоги подведем. Я думаю, они тоже будут озвучены в средствах массовой информации. Итоги конкурса будут подведены через несколько дней. Победители получат дипломы и денежные призы. А церемония награждения состоится накануне Дня города. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В городскую больницу с травмами различной степени тяжести поступила несовершеннолетняя девочка. Медики тут же об этом сообщили в полицию. И уже полицейские выяснили, что это следствие ДТП, которое случилось 25 августа. В районе дома 48 по улице Муравленко водитель автомобиля Деонексия не предоставил преимущества в движении и сбил ребенка. Правда, родители в этот день к медикам обращаться не стали. Плохо девочка почувствовала себя на следующий день. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Российским выпускникам, возможно, предоставят выборы в Госдуму. Внесен документ, согласно которому процедуры ЭГИА и ЕГЭ школьники будут создавать по желанию. По словам авторов законопроекта, сдача этих экзаменов является достаточно сильным стрессом. Известны даже случаи суицидов среди выпускников школ из-за получения неудовлетворительных результатов. Поэтому, если ученик не хочет сдавать экзамен в такой форме, итоговую аттестацию он пройдет в форме выпускных экзаменов. Кроме того, разработчики документа предложили сделать обязательными для сдачи не только русский и математику, но и литературу и ряд других предметов. В администрации города сегодня прошло совещание руководителей предприятий и учреждений, которые были задействованы в организации работы летних трудовых отрядов школьников. Все подробности далее. Проблемы в организации были, но сейчас нужно не посыпать голову пеплом, а сделать выводы и выйти на новый качественный уровень, начиная с совещания, говорит Елена Молдован. Отдел кадров администрации провел проверку в учреждениях по соблюдению правил трудовых отношений при трудоустройстве несовершеннолетних. Были выявлены нарушения, касающиеся в основном правил оформления работников на производство. 500 подростков были трудоустроены нынешним летом в трудовые отряды. Работа, она должна действительно быть эффективной. И ребята должны видеть, с одной стороны, что их труд, он востребован и полезен. И, с другой стороны, они должны понимать, что никто не будет просто так, в качестве благотворительной поддержки, давать деньги за невыполненную работу. Поэтому жесткая система вот таких требований, с одной стороны, и четкие объемы работы, которые необходимо выполнять. Руководители подразделений, в которых работали школьники, кратко отчитываются о ходе и качестве работ. На объектах образования, в детских садах и школах, работали совсем небольшие бригады, по несколько человек. С организацией их рабочего дня в основном не было никаких проблем. Крупные работодатели, в числе которых Дирекция управления образования, молодежный ресурсный центр, предприятие «Теплоэнергосервис», также на работников не жалуются. Но заместитель главы отмечает, либо руководители не владеют ситуацией, либо скрывают некоторые проблемы. Так, к примеру, старшеклассники не всегда были в должном объеме обеспечены работой. Хромала дисциплина в некоторых отрядах. Были и прогулы без уважительной причины, и взыскания со стороны работодателей. Тем не менее, компанию по летнему трудоустройству подростков назвали удовлетворительной. Я бы хотела, конечно, как организатор лагеря труда и отдыха, поблагодарить всех работодателей, которые работали в летний период по организации временной занятости несовершеннолетних. И с года в год мы с вами проговариваем о том, что это все-таки социально значимая задача. И все прекрасно понимаем, какой у нас контингент зачастую работает в трудовых бригадах. Все пробелы должны быть учтены и исправлены к весне будущего года. Именно тогда пройдет следующая проверка готовности предприятий к новому трудовому сезону. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. И в завершение выпуска о том, как Муравленко готовится к празднованию очередного дня рождения города. В день города, 7 сентября, в Муравленко будут работать несколько сценических площадок. Подготовкой основных мероприятий занимаются многие структуры, но одной из них готовят дети. В основном это бывшие воспитанники летних лагерей и все желающие. Уже третью неделю группы молодых людей на площади у Дома культуры ежедневно проводят репетиции. Вот у нас ежедневно проходят репетиции. Ребята, все желающие, кто хочет, может сюда прийти, принять участие в этом празднике. В флешмобе такое у нас в городе впервые. Можно даже воспользоваться случаями, пригласить участников. Приходите к нам сюда в 4 часа. Возле такая Украина у нас вот репетиции. Пока добровольцев насчитывается около 50 человек. Но у всех желающих еще есть время присоединиться к флешмобу. Движения, на которых строится постановка, просты и понятны. Мне захотелось поучаствовать в общественной жизни молодежи, города-молодежи, города Муравленко. Вообще флешмобы любишь? Ну да, это повод познакомиться с новыми людьми, заняться чем-то интересным, чего в повседневной жизни не всегда удается сделать. А вот вообще, ну, по крайней мере, в нашем городе мальчики, участники флешмоба довольно редкое явление. Обычно считается, что девчонки танцевать любят. Ну, парни тоже могут задать жару на танцполе. Поэтому есть люди, которые любят танцевать, а не приходят и танцуют. В общем, принять ли участие в организации флешмоба, каждый решает сам. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. На сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 28 августа в Салихарде плюс 12, ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 10 градусов тепла, западный ветер до 3 метров в секунду. В Муравленко 28 августа плюс 10, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. В Муравленко 29 августа в Салихарде плюс 12, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. В Муравленко 29 августа в Салихарде плюс 12, ветер юго-западный до 5 метров в секунду.